В сегодняшнем видео мы с вами поговорим об уходе за лицом. Для меня эта тема всегда была важной, но чем ближе я стала приближаться к 30 годам, тем я больше для себя понимала актуальность хорошего ухода. И в сегодняшнем видео я для вас выбрала те продукты, о которых стоит поговорить, потому что на самом деле мой уход за лицом не ограничивается только этими средствами. Я не буду здесь показывать маски, я не буду здесь показывать какие-то пилинги. То есть это базовый уход, который ежедневный, утренний, вечерний, плюс уход для зоны глаз. Давайте я вам немножко расскажу о своей коже. Значит мне 31 год, самый главный для меня аспект ухода, это на данный момент сохранение молодости кожи, сохранение упругости, сохранение сияющего вот такого вот эффекта кожи, чтобы общий тон лица был свежим, чтобы текстура лица, и это тоже очень важно, чтобы текстура лица была тоже достаточно гладкой. Что же касается типа моего кожи, то это нормальный тип кожи. Зимой у меня кожа достаточно сильно склонна к сухости, и появляется сильное ощущение стянутости. Летом же наоборот, тезона у меня больше жирнится, но опять-таки не сильно, поэтому я где-то приблизительно посередине между очень сухой кожей и очень жирной. Я провела свое небольшое исследование и поняла, что кожа имеет определенный лимит, то есть она не может впитать там слишком много средств, и очень важна тоже последовательность, в которой вы наносите ваши средства. Изначально нужно наносить наиболее легкие текстуры, например, сыворотки, которые на основе, допустим, воды сделаны. Дальше мы наносим после этого наши какие-то классические кремы, и в самую последнюю очередь мы наносим уже масла. Если нанести масло, а потом нанести сыворотку, то масло не даст сыворотке впитаться. Масло как таковое, вот как я читала в интернете, делала свои какие-то исследования, масло как таковое, в принципе, сильного воздействия на кожу не имеет. Главная задача масла как такового, это не увлажнить нашу кожу, потому что оно на это не способно, а масло мы наносим в самом конце, именно потому что она создает своеобразный защитный слой и барьер, то есть все, что мы нанесли до этого, просто не имеет возможности испариться, а в любом случае из-за того, что у нас пленка масла, оно вынуждено проникать в нашу кожу. Что же касается легких текстур, то мы их и наносим для этого в первую очередь, потому что им проще всего заблокировать проникновение в кожу, то есть если мы нанесем даже более тяжелый крем какой-то, то все, сыворотка уже после этого не будет работать, она не сможет пройти через слой крема, который мы нанесли до этого. Насколько мне известно, наша кожа не может впитать больше, чем 3 сыворотки, одного какого-то классического крема и одного типа масла. То есть если вы будете использовать больше в вашем уходе, то вы просто создадите слишком много слоев на коже, и они все перемешаются и работать должным образом не будут. Поэтому я решила ограничиться как раз-таки на трех сыворотках, на креме и на масле. Сегодня я расскажу именно об таком типе ухода. Недавно я для себя открыла марку The Ordinary, и насколько мне известно, эта марка недавно вышла на рынок, и очень многим блогерам разослали на обзор эти средства, я имею в виду зарубежных блогеров, потому что нашим, по-моему, никому не отправляли. И я, насмотревшись отзывов, настолько хороших отзывов, я, конечно, решила сама купить эти средства под влиянием YouTube и проверить, действительно ли это настолько хорошее средство. Потому что главная философия марки The Ordinary заключается в том, что они решили сделать какие-то базовые уходовые средства, и каждый из этих средств будет совершенно несложная по своей формуле. То есть они берут какой-то один базовый активный ингредиент, допустим, ретинол, и стабилизируют его просто, и вы получаете, грубо говоря, только сыворотку, которая главным образом, допустим, выравнивает текстуру вашего лица. Они больше ничего не обещают, что эта сыворотка сделает, то есть если это ретинол, то это только выравнивание текстуры лица. Если это, допустим, альфа-арбутин, то это просто там общее какое-то выравнивание тона лица. То есть, грубо говоря, в формуле только один действующий компонент, который работает. Все остальное это просто стабилизатор этого компонента, либо какие-то вспомогательные вещи, которые помогают проникать, допустим, ему в вашу кожу. Именно вот такая простая формула позволяет держать ценник на эти продукты достаточно низким. И все у них идет упаковано в одинаковую упаковку. То, что не требует защиты от ультрафиолета, идет вот в таких вот баночках. То, что требует защиты от ультрафиолета, идет вот в таких вот темных баночках с защитным фильтром. Одно из самых дорогих средств в их линейке, это средство Буфет называется. И вот это как раз исключение из правил, потому что здесь, как они утверждают на сайте, самая сложная формула, она уже включает в себе определенные пептиды. И с этого средства рекомендуется уход любой, какой бы у вас он ни был. Это первое средство, которое нужно наносить на лицо. Главное, что обещает это средство, это борьбу с возрастными изменениями. Но опять-таки здесь я хочу оговориться, чтобы не писалось на бутылочке, главное, чтобы вы понимали, что вернуть время назад невозможно. Хороший уход способен только продлить ваше текущее состояние на как можно более длительный период. Если вам обещают, что какое-то средство прям действительно разгладит ваши морщины, скорее всего этого не произойдет, потому что действительно разгладить морщины способны только филлеры, ботокс и тому подобные процедуры. Что же касается базового ухода, то здесь мы стараемся просто заморозить время и продлить его, насколько это возможно. Что же касается конкретно этого средства, то оно мне очень понравилось. У него идет такая достаточно вязкая текстура. Для того, чтобы его использовать, достаточно только 3 капли нанести. Я всегда наношу утром и вечером это средство, одно на лоб и два на щеки. Растираю аккуратно по массажным линиям. Очень быстро впитывается, приятное ощущение. И после этого средства сразу же я наношу следующее средство. Это уже дневной мой выбор. Альфа-арбутин 2% плюс гиалуроновая кислота. Это средство как раз очень классно подходит для дня, потому что здесь гиалуроновая кислота. Молекулы гиалуроновой кислоты вытягивают из воздуха молекулы влаги, молекулы воды и их могут переносить в слои вашей кожи. Таким образом, если у вас кожа обезвожена, вы можете получить незастающую вам влагу. Что же касается альфа-арбутина, то он направлен больше всего на создание однородного тона кожи. То, о чем я говорила в начале, то, чего мне хотелось. И после того, как я начала пользоваться этим средством, вы знаете, я заметила, что кожа у меня действительно выглядит более однородно. Я уже долгое время на YouTube, вы можете зайти год назад, можете посмотреть на мои видео, можете посмотреть на мои видео сегодняшние. И в последнее время я очень часто делаю видео о масках, о разнообразных каких-то средствах, которые наносятся на лицо. И я часто появляюсь без макияжа лица. И я вот сейчас не могу нарадоваться тому, как выглядит именно общий вид кожи, общий тон лица у меня выглядит до макияжа. И мне кажется, что не самую последнюю роль здесь играют как раз-таки все эти средства, которые я использую. Потому что до этого я не замечала настолько зрительного эффекта, чтобы я действительно могла сказать с полной уверенностью, что да, это благодаря вот этим вот средствам. И я уверена, что когда они у меня начнут заканчиваться, а я не делаю этот обзор спустя неделю, как они у меня появились, то есть большинство средств уже я использовала до половины, или даже больше, чем половину я использовала. Вот, например, альфа-арбутин у меня уже практически здесь на донышке остался. Поэтому я хотела попользоваться очень длительное время для того, чтобы действительно рассказать, что работает, а что нет. Итак, два средства мы нанесли. Третье, которое я наношу на зону лба и под глаза, это средство, которое называется аргирелин 10%. Конкретно это средство указано, что оно разглаживает морщины. Честно сказать, вот конкретно насчет этого я, возможно, меньше всего уверена, потому что, как я уже сказала, я его использую на лоб и под глаза, так, кстати, рекомендуется использовать это средство именно в этих зонах. Оно разглаживает должно мимические морщины на лбу, и вот эти вот морщинки, которые вот здесь вот появляются. Я не заметила какой-то сильно большой разницы в том, как выглядят мои морщины. Возможно, это средство не является самым сильным в этой линейке, но, тем не менее, я хочу допользоваться до конца, потому что сейчас где-то половинку я, наверное, его использовала. И то же, что мне не очень понравилось в этом средстве, оно невероятно жидкое. То есть оно настолько жидкое, вот как вода, и его трудно удержать на лице. То есть я его наношу вот так вот практически, держу уже горизонтальную голову, чтобы оно не утекло никуда, и тогда наношу эту капельку, начинаю ее тогда уже растирать. Вот это усложняет немножко мне задачу, и, возможно, конкретно вот это средство я в будущем покупать не буду, потому что не заметила я настолько глобальной разницы, может быть, чем-то другим попробую заменить в будущем. Дальше я беру средство, это кофеин 5%, плюс то, что я не могу выговорить, как называется, но я вам обязательно это напишу. И это средство в первую очередь должно бороться с мешками под глазами. Кофеин, понятное дело, это мощное средство, которое делает ваши глаза менее уставшими, то есть все признаки усталости должны уйти, в том числе и темные круги под глазами. Но опять-таки здесь нужно очень хорошо понимать, какая у вас база, потому что мешки под глазами могут образовываться не только от бессонных ночей или слез, мешки под глазами могут быть просто генетической особенностью, это могут быть также отложения жировые, которые ни один крем не сможет побороть, также темные круги или отечность могут банально свидетельствовать о каких-то проблемах со здоровьем, поэтому там, где чудес не случится, мы их и не должны ждать. Но если говорить о тех мешках под глазами, с которыми можно бороться, то есть это какой-то недосып, какая-то усталость, стресс, то здесь мне кажется, что это средство может создать свой эффект. Я замечаю, что когда я пользуюсь этим средством с утра, то где-то к обеду у меня зона под глазами выглядит очень даже неплохо, то есть не то, что у меня совсем исчезают мешки под глазами, а я бы сказала, где-то процентов на 50, наверное, ситуация становится лучше, поэтому я для себя делаю вывод, что для меня это средство работает, поэтому я бы его и покупала дальше. Что же касается консистенции, то она тут достаточно приятная, такая маслянистая, легко она впитывается, легко тоже разносится по зоне под глазами, мне здесь как бы с этим средством все нравится. Что же касается шеи, то здесь я использую средство от Фаберлик, вот такое вот чудное, оно сделано в форме шприца, называется оно Стоп Морщина. На самом деле, когда я читала, у меня, читала описание этого средства, у меня вообще столько представлялось позитивного. В описании указано, что это средство работает как ботокс, но на протяжении недолгого, скажем так, время, то есть если ботокс это там, к примеру, полгода, то здесь вам хватит эффекта, ну, допустим, там на пару часов. Я начала регулярно использовать это средство в зоне шеи, и не могу сказать, что оно прям действительно работает как ботокс, но я использую его уже достаточно давно, где-то, наверное, пару месяцев, и мне кажется, что эта зона стала выглядеть немножко лучше. Не масштабно хорошо, но немножко лучше, я эффектом этим довольна, поэтому, скорее всего, я думаю, даже заново буду покупать это средство. Что же касается финального этапа в уходе дневном, то это средство, опять-таки, от Faberlic, называется оно Aquasmart Fluid для лица увлажняющей, вернее, ультра увлажняющей. Это новое средство, буквально недавно они его выпустили, меня оно в первую очередь привлекло тем, что в нем есть SPF. Здесь невысокий SPF, всего SPF 10, и, кстати, я бы очень хотела, чтобы Faberlic выпустили точно такую же, точно такой же Fluid, вот настолько легчайший, но при этом с SPF хотя бы 30, в идеале 50, ну хотя бы 30, чтобы они выпустили, тогда это для меня станет самым идеальным средством, именно с SPF. Использую я это средство, как самое уже финальное, и именно из-за того, что в нем есть SPF. Это очень важно, это крайне важно. Если вы используете вот такие вот активные компоненты, активные ингредиенты у себя на лице, очень важно защищать свою кожу, наносить SPF регулярно, причем SPF не работает на протяжении всего дня, то есть если вы с утра нанесли, это не значит, что до глубокой ночи у вас работает SPF. В среднем SPF держится на лице 2 часа, если вы дольше на улице, то тогда нужно заново его наносить. Что мне нравится в этом средстве, это его текстура. Она настолько легчайшая, такое впечатление, что я просто умыла с небольшим количеством воды, моментально впитывается, и такая легкая как бы прохлада на лице, потрясающая просто текстура, вот крема, идеальная просто для SPF, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы был SPF чуть-чуть побольше, надеюсь, что Faberlic выпустят, тогда это 100% будет бестселлер, я всем и каждому буду его рекомендовать. Это средство я использую только ранним утром, когда я иду гулять с собакой, когда нет активного солнца, тогда мне десятки в принципе хватает. Если я дальше иду на солнце уже активное, то я повышаю SPF, использую либо 30, либо 50, уже в каких-то других средствах. Что же касается ухода за лицом вечером, то здесь у меня некоторые шаги повторяются, опять-таки я использую буфет, после буфета я использую тоже средство аргерелин, которое разглаживает морщины на зону лба и под глазами, и что я использую дополнительно, что я не использую днем, это ретиноид 2%. Ретиноиды и ретинолы, это одно из самых мощных средств, компонентов, которые способны выровнять текстуру вашего лица, и избавить вас от каких-то проблем по типу пигментных пятен. Для меня эта проблема стала достаточно актуальна, потому что у меня на лице появились пигментные пятна после акне, и я очень-очень много лет не могу их вывести с помощью этого средства. У меня текстура лица настолько выровнялась, что я даже вам передать не могу. И что касается пигментных пятен, то в данный момент из трех таких самых темных пятен, одно у меня уже практически исчезло, и я могу его перекрыть легкой даже тональной основой, два еще в принципе такие вот более-менее активные, то есть их видно все равно на моем лице, но тем не менее даже то, что я избавилась от одного, практически избавилась, меня безумно радует. Вот это средство, я бы сказала, что самое лучшее в линейке The Ordinary, и я бы всем просто, абсолютно всем бы его советовала, потому что ретиноиды тоже очень классно работают с акне, то есть это отшелушивающий такой вот эффект они создают, этот компонент тоже хорошо борется с акне, и что я тоже заметила у себя на лице, у меня были зоны, особенно вот здесь вот под глазами и вокруг носа, где были такие маленькие-маленькие как пупырышки, вот как будто как забитые поры, или я даже не знаю, как это описать, но вот, кстати, когда я делаю макросъемку, да, и макияж снимаю, то там видно, что в зоне под глазами, и вот здесь вот немножко ниже, вот такие вот, как все в таких вот мелких пупырышках. Ретиноид я не использую в зону под глазами, потому что его там использовать нельзя, но что касается вот этой зоны, то у меня они исчезли, у меня кожа здесь выровнялась, и там, где были вот раньше такие бугорочки, сейчас просто видно вот такие вот, как нормальные человеческие поры, скажем так, у меня стали. Вот это как раз-таки то средство, в котором я на 100% уверена, если вы его купите, вы 100% увидите разницу в том, как выглядит ваше лицо. И здесь финальным шагом, опять-таки в зоне шеи, я использую еще одно средство от Faberlic, вот я вам показывала средство с топ морщином называется, а это корректор глубоких морщин. Мне кажется, они очень похожи по своим свойствам, то есть я не вижу какой-то конкретной разницы между этими двумя средствами, тоже это средство я наношу только на зону шеи, и закрепляю я это все маслом. Масло, как видите, у меня здесь уже практически закончилось, то есть вот на донышке у меня оно только осталось. Это масло шиповника, здесь конкретно у меня бренд iLuca, но тоже у Ordinary есть масло шиповника, я думаю, в следующий раз возьму у них. Это мне понравилось, оно имеет запах такой, не знаю, как обычное, наверное, оливковое масло пахнет, никаких отдушек, ничего в нем нет, это органическое масло. Хорошо, когда тоже такого рода масла, они холодного отжима, тогда они сохраняют максимум полезных компонентов в себе. Это не указано, что холодного отжима, скорее всего, оно не такое, но тем не менее, работает оно именно как закрепляющий слой, как фиксирующий слой, и я им очень довольна, то есть у меня кожа достаточно гладкая, и в то же время мне хочется верить, что я вот так вот все зафиксировала у себя на лице, и все те средства, которые я наносила под это масло, они все в течение ночи впитываются в мою кожу. Вот, в принципе, и все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Как вы, наверное, заметили, я вам не рассказывала средства для умывания, о тониках, наверное, потому что я пока еще не нашла каких-то очень крутых средств в этой сфере, поэтому, что касается умывания, то здесь вообще, мне кажется, все достаточно просто, и какие-то сильно сложные средства для того, чтобы просто банально очистить лицо, я не представляю, как можно сделать. Что же касается тоника, то я очень хочу попробовать в этой же марке Ordinary гликолевый тоник, тоже очень многие говорят, что он круто работает вместе с ретиноидами, поэтому хочу в ближайшем будущем заказать, если будет классным, обязательно вам расскажу об этом. И на этом я, наверное, буду заканчивать это видео, постаралась просто максимум информации для вас собрать, для того, чтобы не сделать вот просто банальный обзор каждый из баночек, а рассказать, почему я каждое средство использую, и, возможно, на основе того, что я советую, вы в других марках что-то найдете. А пока предлагаю вам поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы уже подписаны на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube обязательно вас оповестит о выходе моих новых видео, и если вы подпишетесь на мой канал, то все знания, которые я вам даю, 100% вам продлят молодость. Вот можете проверить, подпишитесь на мой канал, и не пожалеете 100%. А на этом я буду с вами прощаться, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok